я вот сегодня посмотрел тоже этот ролик про твои итоги вот но если честно привычки хочу отметить что если мы начинаем с 2010 года мы начинаем со времени когда ни одной трамвайной линии с 82 года открыто не было вообще они только закрывались было делом обновление подвижного состава да но шло то есть у нас статор все-таки начали перебираться на что-то другое это усть-катавские вагоны там разных их вариациях начиная там от 608 к заканчивая 619 асинхрониками да то есть произошло обновление в плане системы управления вагонов да то есть ростат на контакте начали переходить на синхронку это хорошо путевая инфраструктура она вечно больная тема потому что я вот так сейчас сравниваю вот в питере есть отдельная служба пути которая занимает текущей эксплуатации инфраструктуры они там ночью у них есть целый парк там вагонов вот они выгоняют их на разные участки по городу там где-то подварили где-то подрихтовали где-то что-то это так быстренько подлатали все разъехались к утру трава ездит уже под под более-менее там подбитым нормальным путем в москве такого не то есть если у нас там уложили так они лежат пока там каждый второй вагон не начнет сходить а у нас а у нас ведь была своя служба пути которую в общем-то ну ликвидировали практически у нас почему всякие техноконцепты и прочие рога и копыт занимаются теми делами потому что решили поиграть в антимонополию во всю эту херню извиняюсь вот в итоге уничтожив вот эту всю вертикально горизонтально интегрированную структуру москва мозгор транса да еще и в итоге отторгли от мозгор транса трамвай впихнули его в метрополитен метрополитен это нафиг не нужно конечно отсюда и вот это все вот эта история с этим пт и так далее как в комментариях писали что сделали это потому что мозгор транс там вроде как планируется все-таки там его акционировать превратить из губ в этот самый акционерное общество да и соответственно вот это все в общем короче говоря отделно навертили накрутили а итоги заключаются в том что большая непоследовательность в развитии трамвая во-первых эти 14 лет во вторых много обещаний ничего не выполнено практически да поменяли подвижной состав но скажем так это влили новую воду в старое ржавое ведро практически плюс вот эти все истории с маршрутами с там можно долго продолжать да ну и конечно вот эти моменты да где значит допустим даже история там с трамвайной линии бирюлёва вот понятно что не только бирюлёвцы бы ею пользовались потому что там большая довольно линия получалось и понятно было что все-таки достаточно большой пассажиропоток бы там был и проводили исследование все остальное выясняли что действительно это будет так а в итоге непонятно зачем провели эти слушания общественные и естественно там непонятно какого перепуга этих автовладельцев этих гаражников зачем-то послушали что самое интересное то есть то есть то есть когда надо когда надо им они этих гаражников автовладельцев них ни хрена вообще не слушают то и это самое делают все как хотят да не моргая глазом абсолютно а тут вдруг взяли послушали будьте какая отца а все ли в порядке там вообще с головушкой на самом деле и вот эти доводы этого идиота который вопрос что у нас с тобой нету возможность продиагности ну да потому что уже давно бьемся над этим вопросом все пока вот как-то причем какому-то мнению не пришли но как бы сомнения все таки есть да причем у меня сейчас пришла в голову такая мысль что может быть на самом деле специально прогнали это через общественное слушание поставили туда оратором вот этого дурачка который там вещал вот который там про коллапс транспортный и так далее потому что скажем так давно уже известно это еще с тушковских времен известно что когда надо они нагоняют спикеров которые там от лица народа скажут все что надо а тут поставили как бы да 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 тут допустили до микрофона какого-то истероидного дурачка который там начал ну на самом деле откровенную ахинею нести про какой-то там транспортный коллапс про то что там все жители против это при том чтобы буквально ну перед этим да когда разрабатывали проект там проводили все исследования было понятно что этим куча народу бы пользовалась вот ну вот а тут значит этот дурачок вот очень хотелось бы наружу этого дурачка посмотреть на самом деле потому что вы уже там просто по одному голосу потому что он несет понятно что там но интеллектуальные способности где-то на уровне там я даже не знаю с чем сравнить но это что-то очень низкое да и извините одно дело когда там мы имеем дело с какими-то старыми трамваями которые там действительно вы там ходили по совмещенке которые там все это понятно да но когда строится отдельная выделенная линия но каких там вообще может идти речь тем более что как бы естественно все эти проекты демонстрировать было видно как это будет там эстакады были там полная выделенка и так далее то есть нужно быть полным идиотом чтобы видя это все нести такую ересь ну вот сейчас я говорю мне пришло в голову что это просто полезный дурачок которого специально поставили в качестве спикера и мне кажется что они это сделали потому что видимо посчитали прослезились подумали что это слишком дорого но это как раз когда это все было это активно пиарились на метро мцк и прочим и нужно было где-то как-то это самое подсэкономить чтобы больше на эти проекты и видимо решили вот таким образом тихо слиться и в итоге слиться навсегда а там уже и берелевская линия нарисовалась и все вот это вот насчет берелевской линии у трамвая берелева вот если честно вот даже хотелось бы понять что из этого было на самом деле более рационально ты знаешь это и другое потому что несколько приличных раз дешевле это естественно это смотри смотри как строить потом но слушай даже берелево есть где строить ну это это понятно речь идет о том что скоростной трамвай так по цене ну в зависимости от исполнений но он не сильно дороже метрополитена получается если правильно по уму построили метро трампа вообще сделать такие же платформы которые не ваяют сейчас везде и запустить там тех же львов сильно ли это дороже чем там вынос коммуникаций по любому нужен там переукладка коммуникации полевому нужно там всю гео подошло вот это вот это вот это вот это все это надо выносить чтобы соответственно когда придет время ремонтировать эти коммуникации не нужно было раскапывать сами пути для этого всегда когда естественно то есть это все равно получается в итоге довольно дорогое удовольствие когда мы делаем полностью обособленку и прочее вот в общем итоги то я могу сказать не веселые то есть очень много понаобещали молча сделали и что касается берелевской линии трамвай вот мысль сейчас на секунду потерялся свернулась там нужно и метро и трамвай потому что трамвай если брать ту трассу как вы собираетесь прокладывать он бы создал поперечные связи выходил там чертанова и так далее то есть можно было связать там две-три линии метро да а вот а берелевская линия соответственно она по прямой как бы вывозила почти по прямой да все таки несколько это но это уже отдельная история вот в общем как-то очень у нас не весело с трамваем у нас много пиара на витязях и всем вот этом вот можно еще такой маленький плюс все-таки добавить что на момент 2010 года да это у нас как раз приход нашего уважаемого любителей троллейбуса был год когда в москве не было ни одного низкопольного трамвая был в москве ничего не ну вот то есть даже троллейбус уже появились низкопольный на этот момент вот с трамваем как не очень сейчас как бы в целом все обновили да у нас там остались несчастные 23 но они по ходу вот доживают свой век походу скоро от них избавиться и по моему даже не в регионах потому что их что-то их повывозили повывозили ночью толку этого ну там это сейчас спеша регионы сейчас очень хорошо сидят на всех этих госпрограммах поддержки по закупке новых трамваев не сказать что хотелось бы у нас сейчас в этой истории с уфу и